...карту, в которой они уже фавориты, они уже набрали кучу раундов, и они должны вот просто брать и душить уже оппонента, но что-то идёт не так. Мисфитс не самая сильная команда на этом турнире, это вообще одна из тех, которая не может, но пока у нас выход от команды НВАС. Минус 3 в исполнении Мисфитс и только один ответ от РПК, который уже отвалился, но Скрим тоже не аимит, последний единственный, как обычно гуляет сам по себе, но пока вот его позиция особо не приносит плодов. Да, дерётся с оппонентом, Шингар получает дэмэдж, но и сам Хэппи отваливается, Шазам, ещё один фраг для себя, и это уже трипл для него, 1-0. Мисфитсы отлично отстояли позицию на банане и вообще просто не дали НВСМ сделать ничего ровным счётом, 1-0 в защите, пока что северно-американцы показали хороший последний раунд. Мисфитс не могут, Шазамщик поможет. Получается, да, в итоге у ребят сейчас это неплохо, сразу закупаются винтовками штурмовыми, для Фамаса две штуки, М4А1С одна штука, МП-9 и её МП-45. В то же самое время пистолеты со вторыми первыми арморами от НВСМ, это прям Форос Фарсевич, вообще король-королевич, и Шазам готов принимать на самом деле всю эту братью, которая выбегает с банана, снимает одного противника, отходит назад. Немножко потеряв ХП, немножко это больше чем 80, кстати говоря, это множко, пожалуй. Ну и за Камазом и Манек находятся, есть варианты вообще действительно укрепить до сих пор Аплент, но НВС не спешат, возможно они понимают, что сейчас им будет тяжеловато, играют на удержание всё ещё, находясь на банане. И может быть мисфитс думает, а неужели это не какая-нибудь ротация, и мы её не видим просто, да, то есть как-то скрытно на банане противники отошли, мы это каким-то образом пропустили там через туалеты, хотя теоретически очень много противников здесь смотрят. И всё-таки скрим ловит именно на этих мыслях Шазама, во-первых, во-вторых, Манек моментально скрима разминивает, в-третьих, Хэппи РПК, заканчивает Шангараса с Манеком, бомба моментально ставится, здесь с мусорки приходит ДВДВ, как говорит, ребят, я здесь вообще как бы, ну, делами занимаюсь. И остаётся лишь один ДВДВ против РПК, клатч-ситуация для РПК. 24 хп очень-очень мало, надо работать на удержание, РПК не скрим, что, кстати, в данной ситуации плюс, если честно, и он может закончить ДВДВ, просто играя через ящик. Через ящик. Но вот 7 хп остается у ДВДВ, хотя РПК, конечно, старался, ему бы, наверное, немножко больше хп, и он бы справился, но не в этот раз. Да, близко, всё на таких тоненьких было, и, ах ты, всё-таки поднял М-ку, так она предательски упала за заборчик, за ограждение, но всё-таки смог поднять. Видел я некоторые видосы, и вспоминается мне даже видео мясника в 1.6, где он пытался М-ку поднять, но это уже другие ситуации. Энвиа сделали максимум из этой ситуации, они выбили 4 девайса, они поставили бомбу, и чуть не взяли раунд. Опять же, очень страшно наблюдать практически ту же самую ситуацию, как было на Кабулстовне, где мисфитсы отдали 2 или 3 эко-оппоненту, и, соответственно, чуть там было, по-моему, 2 ситуации, где они чуть не отдали. Опять же, была очень близкая ко всему этому. ДВДВ, опенфраг в этом раунде, Сиксер погибает, тут же раскидочка под монстр, и уже не может к СМС выйти, но у него есть Дезерт Игл, и очень неплохие шансы кого-то найти. За дымами, но пока не лезут мисфитс на рожон, Сик у нас находится на плэнсе, тут же слева еще есть игрок с диффенса, Сик замечает РПК. На шортах есть у того вторая броня, но и по 250-й, которая опять же может лететь в голову, но пока влетает только дэмидж именно по РПК. Два минуса в секунду оформляют мисфитсы, и третий раунд уже вот-вот. Они уже практически нащупали его, учитывая, что мисфитс взяли только два. А в фармган у них есть хорошие шансы для того, чтобы взять еще и девайс на раунд оппонента, где-то просто находясь вблизи, то есть занять туалеты, занять какие-то шорты. Может принять оппонента, хорошая голова, вкусненько, здорово, Аманек отъезжает в итоге. С СМС вместе они попытаются работать, теперь у Скрима есть, ой-ой-ой, какой хороший тимплей, от СМСа здорово, со Скримом реально здорово работают. В итоге вскрывают Б-плент, правда замыкающий ДВДВ может очень много сделать, но его моментально десейблит флешка, он начинает нервничать и отъезжает. Красиво, 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 красиво от НВС, очень красиво. Шазам, правда, на девятке. И расчехляет М4-11 шазамчик. Посмотри, Жень, опять близко, опять пистолеты и снова мисфицы в одного выживают, денег у мисфиц нет для того, чтобы сделать полноценный байс, снова эти треклятые пистолеты. То почему у мисфиц такие большие проблемы с тем, чтобы сражаться вблизи с оппонентом, не перестреливаться на дальней дистанции, а именно гребаные пистолеты? В чем их проблема? У меня просто мозг разрывается, я не могу понять северноамериканцев, это какая-то стратегия Би-Би-Ги или что? Просто нет слов. Против пистолетов, НВС, я еще раз говорю, умеют с пистолетами как бы работать на самом деле, тут не проблема, мисфицы, мисфицы ожидают слабые пистолеты, видимо, они от НВС достаточно сильные. Правда, на киндергартене здесь отъезжает двое человек, два трупа в итоге в песочнице, нормально, потом собака раскопает какая-нибудь с Иксер и скрим. Хэппи-РПК и Иксэмэс остаются втроем, и дело в том, что это девайс недорогие друзья, и это не здорово для НВС. Они втроем, им надо что-то делать прямо здесь, прямо сейчас. ВТВ получает гигантское количество информации, слышит, как на воде подсаживают людей, пока еще живых, но я думаю, это быстро закончится. Хэппи-РПК и Иксэмэс отличная позиция, в общем и целом, но дело в том, что Шазам вообще-то может все это дело принять, и вообще-то, по сути, прикрывает своего товарища. Да, может Иксэмэс выйти, там влетает еще и флешка, Иксэмэс с собой не слепнет, но нужно действовать. Времени, конечно, у НВС еще вагон, но все-таки выбивая оппонентов, нужно как-то еще более продумывать все наперед. Все-таки выбивает Шазама, два в три, а Манек по-прежнему с моками. Но Иксэмэс пробирается за фонтан и уже будет просто в спину пытаться найти игрока, который находится именно на киндере. Сик, сик, готов, принимает одного, но разворачивается и почему-то Хэппи не может его просто убить сейчас, потому что должен был бы, у Шопенгауэра вот не залетело, это называется, то есть пули не работали. Он должен обязательно был убивать одного и потом попытаться в голову вскрыть второго, потому что времени стрелять, например, в верхнюю часть туловища ему бы уже никто не дал. Есть ситуации на этой карте в самом начале, когда НВС немножко вот не залетает, не везет в каких-то вещах. То есть пока что так. Это не означает, что мисфитс играет сугубо только на удачу, не-не-не, ни в коем случае. Просто вот конкретно НВС немножко не везет. Может быть попозже кармическая, да, вот эта вот сущность придет в какой-то баланс, но пока что 4-0 и мисфитс могут выходить на 5-6 для себя. Вполне могут. Снова пистолеты в руках НВС. Если я вижу еще раз такое, я очень сильно расстроюсь. И опа, влетает этот РБК по Шазаму. Правда и сам, это крайне красный Мамонек отвечает так же. 12, 15, имеют игроки команды НВС. Тут же Шингарис подбывает одного, второго также может найти для себя 100 долларов обнаружить. Пеппи уже в пленте, не прощекал машину и просто пошел в банк, говорит, ребята, я за кредитом. Мне очень надо взять кто-нибудь себе, чтобы хватило на снайперскую винтовку. Хотя денег у НВС и так имеется. Будет ли брать Сиксер? Шингаристов, ты будешь снайперскую винтовку брать? Будет. Он покупается в первую армору и оставляет 4-800, но думает до сих пор еще не что брать. Да, да, 4-750 залетает на АВП от Сиксера в итоге. 5-0 в пользу команды мисфитс на данный момент. Все еще не потеряно вообще есть варианты для команды НВС. Но надо включаться, конечно. Прямо сейчас НВС, вероятно, будут разыгрывать очень-очень медленно. Играют от закрытых позиций на киндергартене, фонтане в первую очередь, в андерпассе. На замыкающих позициях находится РПК. Мало ли будет люрк поджим какой-нибудь. Но таковых вещей здесь не будет на данный момент прямо сейчас. Шазам, кстати говоря, кроет короткий на воде. Это прикольно, это очень интересно. И еще и стену, господи, прошу прощения, дверь, какую стену. Дело в том, что вероятная А, на самом деле, от команды НВС. При этом, опять же, здесь в тупом углу работает Аманек со своим товарищем вдвоем. Если что, они будут играть на разменах. И Рананганис Шангарас готов к тому, что у него есть импинайн. А попытается, очень интересная позиция, вот как подметил Женя, мисфитс. Ой, там пошел уже с тычечкой. Шазам помогает по лонгу, отрабатывает скреба за камнем. Там есть Иксер, который получает в жбан. Шазам, еще один минус. Бор Пикео и только один хэппи. Но тоже не справляется. Шазам трипл и Аманек. Два хп и два фрага. Как же мисфитсы просто не дают вообще продышаться. НВС, французы пытаются выйти. Но, опять же, безидейно. Опять же, напомню, что эту карту они играют меньше всего. При том, что в Индреи это 40%. И там у них были большие проблемы. Очень часто даже с командами пошло пониже. Так что НВС реально имеет шансы в диффенсе только из-за того, что... И в атаке, и в диффенсе из-за того, что они могут пострелять оппонентов. Но у них пока не получается. Реально, просто вот что-то идет не так. Крим выдохся. И, может быть, на прошлой карте столько было нервов у НВС, которым мог бы реально исцелить карту. Да у Хэппи не залетает 1.6. Как видно, пока что он, в принципе, 0.6, кстати, у Сиксера. То есть у Хэппи даже еще лучше. Вне зависимости от очков, да, которые игра выдает. 0.6. Прям совсем никого не убивает. Два ассиста только у Сиксера. Плохо. Плохо очень грустно для НВС. Возможно, действительно, мы увидим Детрейн. На самом деле. Это вполне реальная ситуация. Но у НВС все еще есть вариант. У них все еще есть шансы. Надо просто немножко подсобраться. Им тяжело вскрывать здесь оверпасс. Вообще, по позициям им тяжело. По раскидкам, насколько я вижу, тяжело. В принципе, вообще, жить на оверпассе НВС очень тяжело. Крайне сложная ситуация. Без снайперской винтовки Кристоф. Но все-таки, может быть, попытаются рпк. Крайне там сжигают. И вообще, не брать. Двой сик. Тут же Дэвудуэк. Приемочка с ВМП-тракат. Он выходит еще на него. Скрим вообще. Гра не клеится. Не стал перебежать. Дэвудуэк. Либо же брать новый пистолет. Но за это поплатился жизнью. Хотя команда Мисфиц опять берет для себя. Это 7-0. Это 7-0. Это опять же, я вам обещал сказать ситуацию, когда НВС хотели и вышли все-таки на Дримхак Мальмио. Были квалы закрыты. И там была команда Плэндакс. Литовцы. У нас в рабочем чате тоже, я смотрю, НВС, что-то там какие-то ругательства тоже были. То, что НВС тоже на пике оппонента проигрывали Инферно за счетом 0-7. И потом с горем пополам, перейдя в защиту, чуть-чуть раундов набрали, но все равно слили. Я ожидаю того же. Мисфицы брать это все не то, чтобы должны. Они обязаны. Они показали неплохой дефенс на карте у Коблстол. Сейчас же мы видим, как на своем пике они просто не дают НВС делать ничего ровным счетом. И счет, вот опять же масло масляное, просто идет к ним в руки. Уже 8-0 намечается. Я боюсь, что это может быть вообще разгром для НВС, если Мисфицы в атаке на своем пике покажут хотя бы какую-то внятную пистолетку, плюс возьмут хотя бы даже девайсы, если не возьмут пистолетные, просто разорвут НВС напополам. Кого-то, может быть, будет два маленьких скрима бегать. У НВС, может быть, поможет тогда. Но сейчас, да. Может быть, НВ действительно понимает, что на оверпассе пока тяжело получается. Мы попытаемся, но будем держать в уме карту номер 3. Например, на самом деле, то есть если у них в мыслях могут быть такие вещи, потому что мало ли, мало ли, что у ребят в голове, НВС сам по себе коллектив нестабильный. Первая половина сухую пока что выигрывается командой Мисфиц. 8 очков, дорогие друзья. Это сложно вообще сейчас что-то анализировать. Я могу вам вот так вот все это дело показать. А здесь нечего анализировать. НВС бегут, их убивают. Все это... При том, что тактик, стратегий никаких нет. Да. Они вышли быстренько на Б, получили там жбан, какой-то клатч один в два, вышли на та же самая ситуация. И то, если посмотреть, Мисфиццы просто выживают в 3-м от 4-м, даже в девайсных раундах. Поэтому здесь НВС просто будут в тупую, пытаются работать по дефолту. Да-да-да, Шазам готовый. И, кстати, не готовый, между прочим. Вот сейчас бы его бы подсадить, но уже слишком поздно. Да, ВДВ-ка подсадить? Нет, Шазамчик все-таки. Хэппи не убьет. Ждали здесь, видимо, Шазама. Через деревяшку его простреливают сверху. Шазам отлетает. РПК моментально отлетает от Сика. Сик начинает занимать более глубокие позиции. Не справляется с Хэппи. Я бы сказал, почему-то на самом деле, потому что позиция вроде у Сика была хорошая, но начал топить. И, видимо, спрей полетел вот немножко вправо, правее и выше. Аманек ждет на банане. Должен слышать Хэппи. Слышит, слышит, да. Он говорит на ланге, ребята. Движение на ланге. Это означает, что Дэвуд Дувек уже готов принимать. Возможно, по-французски Аманек с ним общался. Чекнут ли Аманек или нет. Он пока что ждет. Он вообще все слышит Аманек. Браво, господи, на таймингах. И второго замыкает Аманек. Солнышко просто, лапочка. Вот это да. Великолепно сыграно. Просто великолепно сыграно сейчас здесь. Очень, очень здорово. Как хладнокровно было. Он слышал все абсолютные перетяжки команды Энвиас. Он дождался, пока к нему дойдут. Он слышал то, что есть в туалете и на банане товарищи. И просто вышел по таймингу. Реально, очень красивая игра. Правда, все равно 2 в 2. Мисфитсы должны на ретейке сейчас выбивать Энвиас. Плэнта, гранат ни одной, ни второй команды нет. Но есть зато киты. СМС очень сильно пробивает оппонентов. Есть и не факт. Аманек очень красный. Но вот этот раунд, честно говоря, был взят за счет ошибок Мисфит в начале. Отдали Шазама. Дальше пошел еще Сик не справился со вторым. Хотя мог бы уйти далеко в плэнт и оставить свою команду хотя бы 4 в 4. Но в меньшинстве Мисфитс, да, поборолись. Отличная игра Аманека. Это безусловно. Тут даже можно мы какую-то медальку дать шоколадную. Это сейчас не сарказм. Потому что реально круто отработал. Это индивидуально было сыграно очень здорово. Отлично молотов. На удержание. Да, да, кстати. Вот это вот забавные вещи сейчас здесь. И не пойдут пока что на катушки. Ребята из команды Энвиас. Сиксер находится в андерпассах сейчас. Пока никого там не увидит. Сангарес видит смог. Закидывает ХС. Сиксер понимает, что противник где-то там. Вылезет, вылезет или не вылезет. Под флешку аккуратненько. Вот он вылез. Дверь прострелил. Никого там не увидел. Забирается обратно. Наверх. Бомба пока что в андерпассах. Ее берут. Возможные поползновения на А. Может быть через лонг. Может быть с плитом банан лонг. Что вполне себе верный вариант. Интересная позиция у Шазама. Который готов здесь вообще-то снимать всех тех, кто будет выходить с андерпасса. Но по-моему Шазам. Немножко потерял он позицию ту, которая у него была. Отходит чу-чуточку в другую. Хэппи готов пошуметь на Б. При этом, кстати говоря, бомба около Б находится за катушками. И в принципе это может быть фейк на А. То есть это означает, что пошуметь как раз таки надо ребятам на А. Ладина. Сик закрывает Хэппи. И Сиксер его должен поймать. Да, именно так и получается. Почему-то с ножом Сик играл здесь. Не знаю информации. В любом случае вышло как вышло. Скрим снимает Доводовека. И должен Шангараса закрывать. Именно так и получается. Мабу ставится в итоге на Б. И Аманек. Аманек убегает. У РПК отличная позиция. Аманек при этом, видимо, просто чутьем реально понимал, что там что-то все не очень круто. И через катушки будет заходить. Времени на самом деле супер мало у команды Мисфитс. Это означает, что Аманек будет возможный экзит фраги здесь принимать. И это все. Второй для Энвиас грустный счет. Но можно выйти на что-то нормальное. Ошиблись Мисфитс. И Сик тоже сыграл хорошо. Забрал одного. Но потом вот реально с ножом в руках никто же так делает. На самом-то деле мог бы даже уйти не в монстр, не в туннельчик, а куда-то левее. То есть тогда бы пришлось снайперу выходить уже в более открытую позицию и разыграть все это можно было там и за катушки как-то еще. Но, видимо, боялся, что с коннектора придут ребята и там зажмут с двух сторон просто-напросто. Поэтому и одно и второе решение было бы, в принципе, логично. Это не осуждение, это просто вот как факт и большой анализ его действий, что можно было сыграть немножечко иначе. Пауза залетает от Мисфитс. Первая пауза за две карты. При том, что Энвиас должны были брать ее в прошлой карте, но что-то у них не получилось. И так сыграть. Но, опять же, если бы не Мисфитс, Энвиас бы реально залили все это дело. Посмотрим. Деньги у Мисфитс более-менее имеются. Шазам. 12 на 5. Практически топ в своей команде. Неплохо отцеливал оппонентов и помогал тиммейтам. Особенно то укрепление ланга, которое было в одном из раундов, где с МП-9 еще был тиммейт. И Шазам также помогал в случае чего. Поэтому видно, что Мисфитс эту карту готовили. А у Энвиас сейчас реально просто по стрельбе. И от ошибок Мисфитс. Неудачная подсадка. Держи голову. Не успел убежать. Держи пуля. Вот на этом пока что Энвиас выезжает. Чего-то дальнейшего для Энвиас я не вижу. Если Мисфитсы опять же соберутся и будут следить где-то глубоко и не делать таких ошибок, хотя это иногда окупается, мы видели фраг, просто не успел убежать, то все, Мисфитс будет хорошо. Иначе Энвиас просто перестреляют. Других вариантов я здесь не вижу. В самом-то деле. Посмотрим. Посмотрим. Пауза хорошая залетает на самом деле. Прям очень-очень вовремя. Сейчас от Шангараса. Надо пообщаться. Закупились. Деньги посчитали. Надо пообщаться и тащить свою карту. Шангарас принимает решение, что давайте мы подуспокоимся. Это два раунда подряд от Энвиаса. Давайте вспомним, что было не так. На самом деле Энви просто более свободно начали перемещаться. В общем и целом, это, пожалуй, все. Это, в принципе, пожалуй, все. До этого они очень сильно замыкались в себе, в друг друге и вообще на карте оверпасс. Сейчас они начали хоть как-то нормально лавировать на оверпассе и занимать местами какие-то интересные полупозиции, через которые можно выходить по интересным векторам на стрельбу. Что, вероятно, является планом Энвиас. Выходить на стрельбу с более-менее нормальных мест и убивать своего оппонента, потому что это не их карта вообще, в принципе. Давайте поглядим, бомба пока что идет в андерпасс, не скидывает, скидывает в андерпассе все-таки ее. Хэппи начинает на коротком на воде здесь работать. Хае на полхп ему пролетает, меньше, чем на полхп, но все равно достаточно болезненно. Хэппи в итоге в подсадке не будет подсадки, будет подсадка. РПК подсадить или Хэппи подсадить? ДВДВ слышит. А уже на тополе уже. На тополе, да, слышит. И это очень опасная история, но, может быть, можно попрыгать. Молотов закидывает с Шопенгауэром здесь, видит голову ДВДВ, видит голову, видит же голову. И так-то чепчик было видно, в итоге Хэппи получает. Не собранно играет Хэппи сегодня. Но как-то, да, растерялся. Что-то подобное видели на карте Кобблстоуна, где тогда был Майнгеймс. И с 2000-го не залетало вообще по телу практически у игрока защиты. Но сейчас, да, как-то вот реально Винсент очень долго соображал, что это все-таки голова, а не просто какая-то летающая текстура или что-то подобное. Я не знаю, что в этот момент у него творилось в голове. Типа, о, прикольно, что тут летает. Но вот отдался, хотя идея-то была интересная. Если бы залетела, то залетела бы очень сильно. А Банайк принимает выход. Например, двоих еще во флэше было. И снайпер команды N-Vias может принять. Но Сиксер не знает, наверное, положение по ХП. Флэшка в себя. Отличная флэшка. Сиксер погибает. Да что же такое-то из команды N-Vias? От одного Аманека. Он сегодня отыгрывает, как царь-батюшка. Как же он принимает все? Вообще все просто валится из рук N-Vias. Эти флэшки, эти молотовые. Себе же подвыкать. Что творят французы? Что творят? Тут в чате прилетело такое предположение, что N-Vias сейчас 2-0 закончится. Типа, не рофлят. Это видно. Ребята, так не рофлят. Так не рофлят на DreamHack. Я вам честно говорю. Это просто N-Vias. Да нет, на самом деле просто есть стратегическая составляющая. В противостоянии BO-3. В отличие от, например... Расслабить и понятно, чтобы он понял, что типа он что-то может и потом просто наярит всему, да? В отличие от BO-1. Стратегическая по картам. То есть если у N-Vias не получается на пике противника, то можно отправляться на третью карту. Это не означает, что они должны сливать это в плане... Типа, ребята, у нас как бы... Все. Мы сдаемся, да? Идем дальше. Нет. Просто, возможно, N-V понимает, что на верпассе нам реально очень тяжело. И многие люди, которые, возможно, воспринимают это как рофл, лучше трактовать это как стратегическое решение. То есть они постараются здесь настолько, насколько это возможно, на чужой карте сыграть. Но при этом желательно оставить силы на трейне, где, возможно, у них будут, опять же, шансы лучше. Если N-V считают, что у них шансы лучше не на трейне, а на оверпассе, например, вдруг, то тогда... Тогда надо стараться явно лучше, чем сейчас. Ну, им хотя бы нужно вымытать оппонента на этой карте, чтобы на трейне уже мисфитсы чувствовали себя не так уверенно. Потому что N-V, команда опытная. Там ребята уже играют кучу миллиардов лет. И как команда, и как индивидуально, шанса принимает это остров. Не получается. Можно из-за машины выйти в Амонеку. Но пока его жмут РПК, и остается всеми хиповый. Но все-таки он выживает, делает свой фраг. N-V, залетели. Не было толковой хелпы сейчас у мисфитс. Шазам свой фраг сделал, но Амонек там пока менял гранаты в руках, жонглировал девайсами. Он не смог помочь Шазаму, которого уже обходили. И можно было вбок убить оппонента. Но вот почему-то решил поспориться с РПК. Хэппи. В итоге отъезжает от этого ДВЭКа. С хелпы на А через Б прилетел. Закрыл своего оппонента. У РПК действительно 7 хп. Ему надо выжить. Он сам понимает, что ему сейчас надо выжить. Но РПК принимает интересное решение. Начать ли урковать под конец тикания бомбы. ДВДВЭК с Шангарасом здесь в итоге стакаются вдвоем около катушек. И СИК будет, вероятно, выживать около андерпасов. Да, так и получается. Третий, скромный, очень скромный третий раунд для НВАС. Есть денежка. Не у всех. Не у всех, к сожалению. Надо что-то скинуть. Не будет ли СИКСР скидывать хэппи ничего? Правда, что ли? Нет, это просто девайс, который лежит. Он, походу, не показывается просто-напросто. И... Этли хэппи с обычным глаком бегает. Нет, нет, подожди, подожди. Это важно. Может быть, глюк какой-нибудь? Нет. А, вот. Вот этот автомат калашника. Нет, это не глюк. Это действительно хэппи был с глаком. Это проблема. Но подобрали. Вот у команды НВАС есть такие вещи. Вот я радовался тимплею на Коблстоне не просто так. Потому что то, что вы видели сейчас, это совершенно стандартное состояние в разных его проявлениях для команды НВАС. Вот в чем их чуть ли не основная проблема, на самом деле. Поэтому видеть на Коблстоне кроссфайр вдвоем с разных позиций для НВАС это круто. Серьезно. Они большие индивидуалы. Им в основном вообще абсолютно все равно, что происходит, видимо, вокруг. Я не знаю, как это работает, но складывается такое впечатление. То есть, Калашников не скинул. Окей, хэппи побежал. Такой, о, а где мой Калашников? Он, наверное, должен быть. Вернулся обратно, подобрал. 4 на 4. На самом-то деле, я ему Скрим скинул свой Калаш. Я вот так посмотрел, тоже думал, что есть. Но это просто передача артефактов, так называемый. Потому что Скрим бегает сам сейчас глаком. И у него больше ничего не имеется. Ладно, у нас выход на Б. Нам показывают, как там вроде все происходит. Сик находится на хэппе. Хочет кого-то выйти убрать. Но пока может поставиться сам хэппи. Пока что на шартах. Прошивается у нас от Сика. Плент, у него 1 хп. Очень мало, если даже флешка попадет по нему, по его телу. То будет все очень и очень печально. Молотов залетает. Шенгар сможет выйти. Шенгар сможет нашить. Но пока что у тебя сгибло. И Сик с одним хп делает фраг. И дальше хочет идти Шазам. Уже на планете Шазам. Видел, как Скрим убегает с планета. Сик также погибает, не делает фраг со своего девайса. Ой, сейчас закроют на коротком. И последний Сик, 15 хп имеется с глаком. Скримчик, Скримчик, Скримуля. Нет, нет, не будет ни в этот раз. Здесь три, дорогие друзья. И человек Ор не затащил. Берет Шазам АВП. В итоге сохраняет. Ну что ж, и по деньгам там 2, 4, 4... Ну, если постараться, то все будет неплохо. Нет, правда. Это вполне реально. Будут? Нет, не будут. Решают. Окей, хорошо. Ладно, такое решение. На последний раунд деньги. Это нормально, это хорошо. Ничего страшного в этом нет. Можно было вообще и сейчас. Но в любом случае, ладно. Окей, бомба подбирается на Тиспоуне. Опять, опять бомбу оставили. То есть не понесли с собой. Как-то скинули в самом начале. Потом поняли, что надо, наверное, поближе скинуть. Потому что Тиспоун слишком далеко. Ммм. Ну вот Энвиас опять начинает индивидуально играть. Как они обычно играют. Но проблема в том, что обычно это их проблема, а не достоинство. Это не Нико Ковач, который может включить вот это вот. Не, включи, пожалуйста, X-Ray. Люди жалуются. У вас случайно задел. Да, я, видимо, случайно задел. Действительно. Как бы не Нико Ковач, который может включить индивидуалочку и затащить для Фейзоффа на какой-то раунд. Скрим, снимает шанградца с пистолета. Это был Дигл. Удивительно. Шазам. Шазам. И начинает скрывать шазам. Делает даблкил. В итоге режет его господин. Скрим еще просто здорово, красиво все сделано сейчас. И в балетной позе Скрим улетает. А, ребята, я умираю. Сыксер остается вдвоем. В итоге его принимает последний. Точнее, даже не последний. Да, в ДВК там они с Сиком вдвоем оставались живых. Последний раунд, дорогие друзья. Вот я хотел сказать слово последний, но в другом контексте. 11-3. Разгромнейший счет для команды NVAS. И, ну, грустная история. То есть, либо NVK что-то покажут в защите, например. Смогут камбэкнуть. Но у меня все больше и больше ощущений складывается, что они, может быть, думают сами о том, что на оверпассе у нас что-то не получается. Ну, видишь, опять же, подобная ситуация была на карте Кубинстоун, где NVAS также за ДВК брали с трей-раунды. Здесь у нас пока приемочка и разборки. По всей карте в два размены Сиксер находит Аманека. Вот без Аманека, конечно, будет сложновато. Да, француз раскрылся очень здорово именно в этой карте. Хотя и вчера он был тоже неплох. И на первой карте тоже показывался очень часто Хэппи. Сейчас может либо погибнуть, либо сам найти Сика. Но Сик за дверкой. За дверкой он должен слышать. Хотя бы информацию собирать, если побегут дальше игроки уже на банан. Или хотя бы игрок. Шазам уже прожимает туалет. Сейчас подновит стрима. Стрим погибает. Отличная игра от Шазама. А снайпер просто великолепный. Хотя сейчас Хэппи здесь же. Его не ждали. Но Сик понимает, что есть Винсент. И он, возможно, пойдет дальше. Два в два. Отличная возможность для НВА забрать Браун. Но... Но... Как же поступят, говорят же, игроки команды Мисфитс? Ой-ой-ой, Сик здорово играет. Прям здорово играет. Просто стоя около двери, он просто здорово играет. Мне очень понравилось вот эти движения, которые сейчас были. Простые движения. Как говорится, Сика продолжение. Хэппи снимает в итоге. Этот господин. Великолепно. Прям великолепно. Это было что-то такое достаточно серьезное. Очень контролируемое, достаточно серьезное. Люблю видеть профессионализм, который проявляется в интеллектуальных движениях здесь. Здорово. Сиксер остается самым последним. Будет пытаться работать на удержание, но его может замкнуть ДВД. Он видит его голову, снимает. Хорошо в чепчик попадает. Ну и последний. Клач-ситуация. Ага, есть позиция Сика. Но Сик такие вещи сегодня не отпускает. Потому что в этом раунде он прям... Большой интеллектуал, действительно. 12-3, дорогие друзья. Повторюсь, разгромнейший счет на оверпассе для команды Envias. Смогут ли вернуться в защите, сыграв от статичных позиций? Мы с вами, конечно, узнаем очень скоро. Но есть своеобразные сомнения в этом, если честно. Вот, вот... А посмотри на фраги просто. Команда Envias и... Есть 7, 5, 8. Насколько они хорошо владеют АИМом, это было видно на карцере Кобл Столла. Сейчас же, сейчас же, ребята даже с плитом, даже фейками, каким-то еще, не знаю, медленным выходом, все равно не могут делать свои фраги. У них получается делать там максимум... Давай даже посмотрим по раундам. Да не карту я хочу, а по раундам посмотреть. Выживали здесь... Ладно, это были пистолетные, это было не считается. Выжили трое, 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 четверо, трое, четверо. Пятеро выжило. Ну, здесь, ладно, двое-двое и один. Ну, тоже к окончании игры. Поэтому очень мало убивали Envias, не играли в пары, хотя вроде бы даже пытались. Но опять же, вспомним то, что Envias, выиграв ножи, взяли себе сторону атаки. Они это сделали преднамеренно. То есть, у них был какой-то план, и, возможно, они его придерживаются. Они взяли три раунда, это очень мало. Вероятнее всего, они рассчитывали на больший результат для себя. Но, как показывает практика, что-то вот вообще это не работает система. Если Misfits берут пистолеты, то поля улюши. Смотри, как получилось. Они выиграли ножевой раунд, взяли для себя атаку. Они хотели сыграть свой Counter-Strike на той карте, на которой они не играют. То есть, они хотели показать вот свою картину видения, да, того, что вообще должно происходить. Но Misfits показали великолепную защиту и сказали, что нам ваша картина неинтересна. Мы их не покупаем, да. И дело в том, что пистолетный раунд от Envi будет сейчас, вероятно, сливаться, если Sixer не сделает здесь ASIC. Так, Sixer может, технически, мог вообще, да, почти всегда или всегда, наверное, сделать такие ASIC, но я боюсь, что не на этом оверопассе. Его просто зажмут банально и посадят на нож. Шангары ставят, если честно, порезали, да. Шангары ставят просто точку моральную на карте оверпасс, и Envi, дальше Envi будут отпускать оверпасс, дорогие друзья. Вот с этого момента, если раньше у меня хотя бы были какие-то логические предпосылки, возможные, на камбэк, то сейчас все. Пожалуй, мы будем смотреть трейн в самое ближайшее время и будем досматривать этот оверпасс. Смотри, Misfits берут себе 4 калаша, то есть они уже готовятся к тому, чтобы реально карту заканчивать, им эта экономика на пол не упала. Соответственно, только один UMP и остальные девайсы, 4 калаша, они уже прям хотят идти давить, учитывая, что они взяли раунд пистолетный еще и поставили бомбу, хотя это особо не считается, то, ну, это вероятнее всего 14-3, потом снова нет денег у Envi, а с 15-3, потом уже только дело техники, где можно завершать карту. Но я, честно говоря, не ожидал такого результата. Возможно, Envi ошиблись в начале этой карты на ножевом раунде, взяв в другую сторону. Они могли бы брать намного больше раундов и в атаке уже пытаться добирать все, что нужно. Но я не знаю, ошибка ли это, либо это слип, что очень вряд ли. Достаточно читаемый результат, по той причине, что Envi еле-еле взяли Cobblestone. Да, то есть, когда я на Cobblestone в конце шутил про легчайшее, это была очень-очень гротескная шутка, не все поняли в чате, но кто-то, я надеюсь, понял в итоге. Кэпи снимает Аманека, Сиксер готов принимать своих оппонентов здесь. И неплохая позиция у Сиксера, 18 хп, может еще постоять полсекунды, пока смог еще висеть скрим. Все еще живой, кстати говоря. Хорошая работа, на самом деле, от Envi, правда, встали в линейку, плохая работа от Envi. Сейчас, теперь не такая плохая работа от Envi, но и отвратительная в итоге под конец. Вот такими волнами можно описать эмоционально, что только что происходило. Вот эта линейка около ящика, это вообще, да. Такая грязь, там было два фрэнли килла, и от команды Misfits, и от Envi. То есть, ребята, я думал, что Misfits, оставаясь там 3 в 4, убивает своего, остается 2 в 4, потом еще Envi в панике забирает своего, и все-таки только один доводовек в живых делает два минуса, выигрывая такой клатч небольшой для себя. Но все-таки, опять же, Misfits были на грани от того, чтобы отдать форс, либо же экономический раунд оппоненту. У них есть в этом реально какая-то, не знаю, может быть, ментальная проблема. Но вот те северноамериканцы уже в который раз за вторую карту нам показывают, что Крим на ланге не принимает никого абсолютно. Сиксер получает еще и прострелом в жбан, но все-таки Шазам, он тоже успевает выстрелить, попадает еще и по Сику, выбивает Шазама. Ну и ребята из Misfits подумали, да, пусть с мухой сидит, мы пойдем в другое место, Шингарес. Да, наверное, на B даже могут сходить, и правда. Проблемы Enviis есть со вчерашнего дня, во-первых, они отдали матч KPI Gaming, возможно, недооценив своего оппонента. Возможно, это на трейне у нас происходило, мы с Олегом вчера работали как раз, это дело все комментировали. Сегодня Misfits, Enviis, прошу прощения, еле-еле взяли свой Cobblestone, еле-еле, серьезно, свой пик. А ты смотри, там было то же самое практически на трейне. Enviis взяли первую половину с счетом 10-5, и потом испанцы говорят, ребята, мы тоже имеем играть. Да, мы берем SCAR, но все равно. Да, это забавное решение, забавно то, что со SCAR они реально выйдут, то есть это как бы, это заявка. Это настолько французы не в форме, настолько надо быть не в форме, и Шингарес остается последней, и дело все в том, ну, его здесь убьют, конечно, но у него даже шансы, возможно, были, с тремя, сколько у него там 3 хп было, возможные шансы даже кого-то принять. То есть настолько в Enviis уже вера вся потеряна. И дело в том, что, вероятно, они не обязательно пока еще, все еще есть шансы на камбэке. Это не камбэк, я вам покажу еще раз. Это, дорогие друзья, вообще ни разу просто, ни в одном глазу, ни во втором, ни в третьем, между прочим. Но, вероятно, миссвитцы все-таки докушают эту карту. Чуть-чуть попозже, например, 16-6, да, какие-нибудь. То есть, ну, 16-7, допустим, 16-8, может быть, даже. Вот. И трейн — это не облегчение для Envii. Вот в чем проблема. В целом. То есть, Шазам на трейне может показывать результаты, например. Шангара с местами тоже сияет. Сик на трейне тоже может. На зеленке на трейне, да, опять же, могут работать французы как раз в паре, между прочим. То есть, в атаке как раз на зеленке, да. Аманек, Деву, Девек. И Envii просто должны дико бояться сейчас своих оппонентов. Если они понимают, с кем они имеют дело. Потому что, если не понимают, они проиграют это БЛ-3. Да, вероятнее всего, почему-то Сикстер не читается. Все-таки выбивают. Что скрим, что... Кристоф вдвоем не смогли попасть по оппонентам. Хотя те были вообще даже и слепые, и вне позиции. Исправляют с РПК. Также их смс. Сделать свою минус по Сику. Два в два. По хп. Шазам восемь. Шингарес соточка. Ну, если Шазам сейчас попадает в голову, то это один в два. Можно разворачиваться, идти на Б-плэнт. Но нужно только бомбу подобрать. И тогда все будет хорошо. Попытка выкурить, но не получает. РПК и квадро в этом раунде. И были хорошие шансы у Мисфит. Сенвест не ожидали, что будет девайса, что будет вообще какой-то бай. Но теперь у Мисфит экономически практически полные. Только два 50-х. И также уставляют деньги себе на бай. В следующем раунде 24-12 идет Шазам. И вот Сингарес, как его зовут? Это никнейм просто у него из имени и фамилии оказалось. Шон Гейрес вообще. Но у нас в Синге Шон Гаресом привыкли звать, не разделяя вообще в принципе ничего. Там даже никнейм еще сложнее, потому что там AT-знак есть. Более того, смс красиво за бочками. Ой, как красиво. А Мисфит, наверное, должны отъезжать. Они с пистолетами в любом случае? Нет, смотри-ка. Огрызаются. Шон Гарес остается последний. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, все-таки его снимают. Но экономический дэмэдж нанесен на смс. Снова РПК. Снова РПК. РПК и РПК. Машина включается. Смотри. Постепенно, потихонечку. Это третий раунд. Во второй половине для команды Энвиас. Это красиво. Это здорово. Это, на самом деле, это замечательно. Это еще не камбэк. Потому что для того, чтобы говорить о камбэке, надо Энви взять еще 6 раундов сверху. Это много. Ну, это реально слишком много, да, для того, чтобы мне вообще, в принципе, упоминать это прямо сейчас. С маке возможны, опять же, на Б и возможный забег на Б, потому что бомба на Монстре находится. Только не пускайте бомб-керриеры первым. Пожалуйста, дорогие друзья из команды НРА. Бомб-керриер побежал первым. Ну, окей, бомба-бомба потеряли, но моментально разменяли своих оппонентов. Тай, выход будет в равном положении дела. Флэшка отлично, взлетает от Энвиас. Рпикей выбивает только одного, но бьет еще. И очень сильно бьет, а вот я чуть не сгорает в Молотове. Хэппи уже возле плента. Нужно пытаться заходить в спину уже сейчас. Палится. Ну, и погибает. Ну, как же так, в принципе, он не ведет абсолютно. Должны закрывать сексер. Да, да, так и получается. Это маппоинт для команды Месвиц. Это маппоинт. А вообще, самый забавный факт состоит в том, что мы с Фитси реально могли взять... Коблстон и закончить номер пасси, все. А никто ж не думал, там по коэффициентам было что-то 1,2 и против 4, по-моему, что ли, на Месвиц. Откуда такие предположения? Почему букмекеры не смотрели прошлые матчи, хотя бы даже прошлую карту, где испанцы... Да, опять же, там с большим, там счет был 16-14, по-моему, такой тоже близкий, как это было в прошлой карте. Но все равно Энвиас не те самые ребята, не те самые французы, которых мы помним, любим... Ну, некоторые сейчас, конечно, любят. Которые были, не знаю, год-полтора назад. Пока что в воздухе XMS левитирует, но это уже магия. Не-не-не, он там серфит, пытаясь... Нет, это понятно, просто очень забавно, чем он держится за этот парапетик небольшой. Силой духа... От команды Месвиц. XMS готов здесь принимать. Его стандартная позиция, на самом деле. Здесь он не первый раз на Уверпассе. Позиция довольно интересная, да, острый угол такой. Можно даже не прочекать, забыть по какой-то причине. Ну, то есть на таких вещах можно работать. Скрим с Максевеном пока что в туалетах-душевых находится, потому что ровно посередине, на самом деле. И во, вот для Скрима это хороший вариант. Скрим должен, должен бы сейчас работать. Шазама. Не на пол ХП тоже. Не залетает, все. Скрим отъезжает, в итоге прорывается. А Пленд, это перетяжки, они не успеют вовремя на банк. Гранаты, смоки полетели, все поставят. Сиксер пытается со своим Пайпсерном что-то сделать. Слишком много оппонентов, в принципе, со всех сторон. Его должны дожать. У меня даже Гоу ТВ завис, ничего страшного. Крепетики здесь пытаются по ХП поработать. 16-6. 16-6, я по-моему говорил 16-6 или 16-8. 16-6, ты говорил, да. Все правильно, это изи. Изи для Северной Америки.